Что, Рокутагин, решил испытать великий рандом? Да, Капитан Очевидность, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Моркет, Капитан Очевидность, Хеклер и Кок УМП, пистолет-пулемет, который, к сожалению, очень много рандомит, но при всем при этом обладает душой, с ним можно изрядно повеселиться, и отличненький анекдот поделился, которым Иван Климков. Анекдот такой. Сема, если ты еще раз пошутишь про мою фигуру, я дам тебе в лоб вот этой сковородой, понял? Понял, Сарочка. Что ты понял, Сема? Я понял, что твой вес мне реально угрожает. Ну да, обалденный анекдот, мне очень понравился, молодец Ваня, такой прям душевный, душевный. Вот, давайте попробуем мы, как и положено, разыграться с УМП, и потом пойдем еще кое-нибудь понагибаем, но начнем с пригорода. Это будет правильно. Это будет правильно, в жестких условиях прямо. Иди сюда, деточка, сейчас смотрите, как я могу. Да, не могу. Ладно, сейчас все нормально будет. Во-во-во-во, хорошо, детка, и у вас, оу, класс. Музочек. Благодарю, капитан очевидность, ты супер, вот это да, минус два. Чего? Ладно, все нормально, музончик есть. Минка сработала, класс, минка сработала, минке всему голова, еще сюда же ставим. Снова сработала. Эта мина, кстати, всегда тоже работает, как мина на депо. Это вторая мина, которая всегда работает. Вот там ставите, там дело в том, что там зелень стоит, кустик небольшой у этого ящика. Ставите прямо в кустик, прямо в угол упираетесь и туда ставите. Мину не видно. Если на противнике нет шлема, который обнаруживает мины, а чаще всего его нету. Или даже если он есть, они не успевают реагировать. И все, и минка работает. Идеально. Можно ставить, кстати, обычную мину, только надо в этот угол зайти, развернуться спиной к углу и поставить. Можно обычную ставить. Ну, противопехотка здесь вообще рулит. Хорошо, деточка, да. Я минкой взрыва дам. Так. Минки. Не-не-не-не-не. Редшот. Иди сюда. Да ну блин. Вот что значит 25 патронов. Было бы 30 патронов. Мелочь как бы, да, 5 патронов. А вот сейчас бы хватило. А если бы было 200 патронов, как у М249 пара, было бы вообще здорово. Да. Да ну. Какие люди-то, а? Хитрые. Позабирались наверха и оттуда ведут. Мои арбузы кто-то сожрал. Ну все, короче. За арбузы вы ответите. Отвечаю. Вот так. Даблкил. Мультикил, дядочка. Следующий. Следующий. Патронов на всех хватит. Ладно. Ладно. Все мелочи. Все равно я на первом месте. Я так просто никому не отдам. Вот так. Тихо. Давай, 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 давай. Есть еще минус. Давай какую-нибудь серию нормальную. Че за фигня такая. Ну, мультикил, конечно, был. Но я хочу в голову. Хотя вот проблема с этим пистолет-пулеметом. В голову как-то вот не всегда. Повезет, не повезет. Надованный рандом. Это рандом. Ну, даблкил в голову дали. Надо хотя бы кружечка сделать, да? Для порядка. Ну, мне так хочется. Ну, вообще, не обязательно. Но мне что-то сегодня кольчка кружечка хотя бы сделать. Можно ему голову. Даблкил. Мультикил. Мультикил. Командный бой пусть будет. А теперь в эфире Мыш FM. Разбираем углы на карте терминал. Ладно, капитан, очевидность. Потом расскажешь мне, как иначе тут играть. Так, глушитель ставили. Все нормально будет. Ну, как бы, коментар на очевидность намекнул, что я... В общем, вы поняли, да. Будем, как это правильно сказать? Соблюдать свои дистанции, да. Будем свои дистанции соблюдать. Для этого найдем какое-нибудь укромное место. Небольшое. Я-то знаю, где это место находится. Сейчас я вам покажу. Вот тут оно находится. Это укромные места. Они небольшие. Здесь вам не страшен штурмовик. Здесь вам не страшен снайпер. И, собственно говоря, поскольку здесь вообще на этой карте рулят снайперы, то... Минкс работал. Хреном этим снайперам не доберутся они до нас. Потому что мы будем здесь. О, это шот, малыш. Вот. Здесь и будем. И все. Наша территория, наши дистанции. Вот и снайпер. Прощай, малыш. Или малышка, не знаю. Вот. Наши дистанции. И что самое интересное, через эту территорию пробегает большая часть команды противника. Как и большая часть нашей команды. Смотря кто кого давит и как там вообще бой идет. Здесь пробегает. Здесь, здесь, здесь. Кто-то пробегает наверху, но в основном большинство бежит здесь. И мы будем этим пользоваться. Вот так вот, да? Хорошо. Это ты зря. Это пушка точнее не твоих клешней. Моих клешней, капитан очевидность. АМП number one in the world. Ты же знаешь, где оно тут. Нет, никого нету. Да, ты прав. Ну, его баню этот. АВМ не нужен он. Так. Ну. Ребятки, что за фигня? Я не понял. Я только что сказал своим зрителям, что вы здесь все пробегаете, где вы есть. Пожалуйста. Должны сейчас с этой стороны... Нормально. Противник просто заходит с нашей базы. С нашей базы. Как бы с нашей территории. Понимаете? Где наша команда. Он спокойно заходит и убивает меня в спину. За что я люблю игроков Warface. Они так прекрасно контролируют свою базу, что это фантастика. Молодцы. Но. Есть плюс. Эти же и такие же игроки играют против нас. Блин, нагнула. Поэтому. Все нормально. Можно так же пойти на их базу, зайти в спину с их же базы и их нагнуть. Все великолепно. Вот. А это еще одна разновидность игроков Warface. Они вдвоем сидят на одной точке. Наверное, гренадера ждут. И я не знаю, что... Как бы... Какой у них план. Это, наверное, очередная гениальная позиция, которую они увидели где-то или у кого-то. И считают, что... Так вот и надо сидеть. Нет, не надо, ребята. Вначале надо включить соображаловку. Понять, почему тот или иной игрок занимает эту позицию. При каких условиях. Ну и так далее. И потом только это использовать. Да. Ну, мне кажется, так оно по уму. Я вот вам сейчас буду объяснять, что как. Минки, вы видели, как я ставлю. Ну, как бы это такие. Минки можно их ставить, можно не ставить. Почему я нахожусь именно в этой области, я объяснил. К сожалению, девушку у меня отбили. Я хотел ей внимание уделить. Но кто-то сделал это первым. Какой-то нашелся ловелас, который быстрее это проделал. Ну, ничего страшного. Хотя, кто знает. Может, там девчонка такая. Может, мне и повезло. Как говорится, а он такой девчонка заправдает. Может быть, да. Мы снова спускаемся. Вот так вот. В нашу яму. Я знаю, как это задместо. Яма. Яма, да. Зал ожидания, я назову его. Да, это же станция. То ли это метрополитен, то ли это ЖД-станция. Может, аэроэкспресс московский, не знаю. Вот, это будет у нас зал ожидания. Потому что я здесь всех ожидаю. Я буду тут их ожидаю. О, я дождался. Идите сюда, мои. О, целых двое. Дабл килл, я дочитаю. Спиноход профессионал. Профессионал. Высший уровень спиноход. Это моя стезя. Я это умею. Почему нет? Есть разные... Вот так, хэдшот. Разные стили. Есть стиль рашерский. Хорош. Хорош. Реально хорош. Но не всегда хороший. Не везде, ребят. Не надо быть максималистом. Только раз, только раз. Есть кемперский стиль. Он тоже хороший. Но тоже не всегда. Тоже не везде. Далеко не везде хороший кемперский стиль. Так вот. Да. Понимаете, если вы будете постоянно играть в кемперском стиле, на мясорубке, ну, не очень будет только стату пофармить. Победа вряд ли. Если вы будете на КВ играть, именно на КВ, не просто под... АКВ со своими товарищами. Это тупиковый путь. Вы команду подводите. Вас все равно нагнет хороший противник, выйдет кучка и все. То есть, не то. Вот. На командном бою кемперский стиль просто идеален. Он лучше из всех. Но есть стиль, который я называю усредненный. Вообще правильно это называется стелс стиль. Отличается от кемперского тем, что, когда ты играешь по стелсу, ты двигаешься. Ты двигаешься именно. Постоянно ты двигаешься. Заходишь в спину. То есть, такие спиноходные движения вот эти вот с глушачком. Все. Но ты постоянно двигаешься. Это называется стелс. Не кемперство. Не путать. Кемпер это тот, кто от слова кемп английского, палатка, разбил палатку. То есть, сидит на одном месте. Это кемпер. Кто ходит, это уже не кемпер. Это если он играет тихо и старается не попадаться противникам на глаза. А это мне попался, но он не вовремя замахнулся гранатой. Если ты ходишь, но остаешься невидимым для противника и там всякие такие вот движения проделаешь, это стелс. Я считаю, что стелс это вообще лучший. Лучший, лучший из всех стилей. В отличии от раш стиля, он позволяет вести эффективную игру на всех режимах. А не только на доминации, штурме и мясорубке. То есть, по стелсу эффективно играть и на командном бою. Потому что можно 3 к одному, 4 к одному, 5 к одному играть. То есть, меньше чем, скажем, у кемперов. Но все равно это очень эффективно. Это очень эффективный стиль игры. В стелс режиме можно выигрывать мясорубки. Скажем, в отличие от кемперского стиля. В стелс режиме можно на любом вообще режиме в игре играть и везде быть эффективным. Поэтому это лучший стиль всех. Я вам его рекомендую. За исключением, если вы хотите набить тысячу мясорубок, допустим. Потому что, если вы набиваете тысячу мясорубок, то все-таки вам раш стиль подойдет. А вообще, мой любимый, чтобы вы знали стиль в играх, это стелс. Или, как я его называю, усредненный. Ну, будем грамотно называть. Это стелс стиль. Это самый-самый мой любимый стиль. И вам рекомендую. Кстати, он самый сложный в исполнении. Потому что, если вы рашите... Кстати, раш тоже, на самом деле, грамотный раш. Это сложно. Грамотный раш, он непростой, но как бы все-таки полегче. Кемперить тоже непросто бывает. Но все-таки не так тяжело. А вот стелс стиль, он самый сложный. С одной стороны, вам надо двигаться. А с другой стороны, надо не попадать. Красавра Кутагин сыграл отлично. Все традиции соблюдены. Все как положено. Но рано или поздно вы попадаетесь. Все как положено. Есть такое. Так, посмотрим, что там у меня получилось. 27 фрагов. 7 хэдшотов. Где юас? Оу. Ну, к сожалению, рандомит этот пистолет-пулемет. Есть такое. Пятерых взорвали. 4 с половиной к одному сыграли. И 27% меткости показали. Именно так, друзья. Если данное видео... Видео. Видео, правильно, да. Если данное видео было для вас полезным, ритмичным, мелодичным, достаточно прикольным. И вы поняли, какой стиль вам больше подходит. Может быть, вы тоже любите. Глушачок, спиртачок и готово. То вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Дубль 2. Нагибайте всех. Увидимся с вами. Второй дубль тоже говно. Это и задолбал на моей постели в обуви лежать. Чё ты делаешь?